Саксофон Теперь на новом инструменте все иначе. Берутся с легкостью не только октавы, но и покоряются музыкальной вершиной. Сухина заняла на знальном конкурсе первое место. Стала дипломантом краевого конкурса исполнителей на духовых инструментах. У Любы Фалилеевой теперь тоже свой собственный инструмент. Раньше девочка пользовалась школьной скрипкой, а о новой могла только мечтать. Его чудо свершилось, ее желание сбылось. Как бы ни были разнообразные музыкальные инструменты, скрипка останется королевой, считает Люба. По окончании школы она хочет поступить в музыкальное училище, конечно же, по классу скрипки. Мечтает, что когда получит профессиональное образование, то займется концертной деятельностью. Будет играть в симфоническом оркестре и ездить по миру. Сейчас Люба исполняет ведущие партии в ансамбле и является концертместером первых скрипок в школьном эстрадно-симфоническом оркестре. Она победитель различных конкурсов и фестивалей. Я участвовала в зональном конкурсе и выиграла там второе место. Еще мы участвовали с ансамблем и выиграли первое место в зональном конкурсе. Денис Свистунов выбрал для себя русский народный инструмент балалайку. В процессе обучения он понял, балалайка с ее огромным музыкально выразительным потенциалом во все века будет востребованным инструментом. Новая балалайка заметно отличается от старой. Она была тоже такая концертная, но был тонкий гриф и не очень удобно на ней можно было играть. А этот? А этот уже гриф потолще и очень хороший инструмент. Занимается Денис, как говорится, от души, поэтому в школе ведущий балалайшник. В прошлом году он завоевал призовые места на открытом краевом конкурсе под названием «Кубанская пивунья балалайка» на международном фестивале «Парус детства». Вот и сейчас юный музыкант готовится к очередному международному конкурсу «Созвездие таланта». Благотворительная акция «Цветик-семицветик» на самой высокой ноте поможет и другим юным талантам сделать мечту реальностью. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-Регион.